МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА Крупа компании НИКОР – это 7 стоматологических клиник, 2 многопрофильных центра и 2 салона красоты. Сегодня темой нашей рубрики «Листинская карта» будут брекеты. Рядом со мной сидит врач-стоматолог-картодонт Ибишева Эмира Магомедовна. Здравствуйте! Расскажите нам, с какого возраста можно применить брекеты? Брекеты применяются с возраста от 10 до 14 лет, когда происходит активный рост организма ребенка и когда уже прорезали себе постоянные зубы. Но также возможно лечение на брекетах в раннем возрасте у детей, когда у нас имеется сильная аномалия прикуса, начиная с 6 лет, получается. 6-7 лет. В возрастной границе ее не существует, то есть брекеты можно ставить и в 50, и в 60 лет, особенно популярны брекеты перед протезированием ортопедическим. Все-таки лучший возраст для установки брекетов? Лучший возраст с 10 до 14 лет, то есть пока организм ребенка растет, и пока еще можно выровнять зубы, поставить ровно в зубном ряду, исправить прикус и нормализовать функцию зубочелюстной системы в целом. Если у нас всего лишь один зубик, допустим, неровно, тогда нужно применять брекеты на все зубы? Тогда есть альтернатива брекет-системе, это элайнеры, это прозрачные капы, которые практически незаметны для окружающих, но при этом очень хорошо исправляют как раз-таки легкую скученность зубов. Элайнеры, как происходит установка? Перед установкой элайнеров мы проводим полную диагностику, и уже после диагностики нам с лаборатории присылают полный набор элайнеров. То есть перед установкой мы крепим специальные аттачмены на зубы, и уже после этого устанавливаем элайнеры. Это прозрачная капа, получается, то есть она ставится и на верхнюю челюсть, и на нижнюю челюсть, и ее практически незаметно. Кушать, пить, как-то мешает? Нет, вот как раз-таки в отличие от брекетов, с элайнерами намного удобнее, потому что их можно снять в любой момент. То есть когда принимаем пищу, когда чистим зубы, то есть они снимаются, и когда нужно человеку там может выступать или еще что-то, то они прекрасно снимаются, и человек их сам может одеть. А вообще брекеты, они вредят зубам? Нет, сами брекеты, они не вредят зубам, потому что каждый брекет, он приклеивается ортодонтическим клеем, и в ортодонтическом клее у нас содержатся фтор и минеральные вещества, которые, наоборот, укрепляют, получается, и моют под брекетом. В среднем через какое время зубки выравниваются? Это все индивидуально. В зависимости от сложности аномалии припуса, где-то в среднем от полутора до двух-трех лет. Есть вестибулярные брекеты и лингвальные брекеты. Вестибулярные брекеты, они крепятся с наружной стороны зуба, лингвальные с внутренней, то есть они незаметны для окружающих вообще. Единственное, что лингвальные брекеты, их можно ставить не во всех случаях, то есть если это какая-то серьезная патология прикуса, то только возможно лечение на вестибулярных брекетах. Брекеты, они, получается, бывают металлические, эстетические, керамикой, сапфировой. Эстетику ее незаметно практически на зубах, мы только видим дугу. Также брекеты, они бывают... Вот есть, да, какой-то специальный уход-то за полустерта, когда мы носим брекеты? Да, конечно. Когда мы носим брекеты, у нас появляются дополнительные средства гигиены, там специальные щетки, ополаскиватели, ершики, и также пасты специальные есть, ортодонтические, ну, опять же, чтобы избежать кариеса зубов. Обязательно нужно все тщательно прочищать. И раз в полгода, если необходимо чаще, делать профессиональную гигиену полустерта. Ну, где-то раз в полгода нужно приходить на профессиональную чистку зубов, чтобы избежать осложнений, которые возможны в процессе лечения на брекетах. И после снятия брекетов тоже нужно поддерживать обязательно гигиену полустерта и наблюдаться у стоматологов, ну, также проводить гигиену. Спасибо большое, Эльбина Магалиновна. Спасибо вам. Желаю вам всем здоровых зубов и красивой улыбки. Приходите в НИКОР за здоровьем и красотой. Приходите в НИКОР за здоровьем и красотой. Единый телефон сети медицинских центров и салонов красоты НИКОР 8 499 272 48 58.